Майя, привет! Привет! Вот прям сразу в лоб вопрос, какие киноновинки нас ожидают во второй половине января, на что нам стоит сходить, а что можно как бы и дома посмотреть? Вообще 2018 год обещает быть интересным не только в политическом плане для вашей страны. А в политическом плане будет интересно, да? Я так думаю, что конкретно будет интересно, да. Ну и в плане кинематографа, потому что в связи с тем, что случился этот сексуальный скандал вокруг известного опального продюсера, это, конечно, невероятно плохо от этого, но в целом кинематографу мировому стало хорошо, потому что наконец-то начали давать дорогу действительно достойным актерам, действительно достойным работам. И начали кинокритики и вот, ну скажем, высшее руководство обращать внимание на интересную реальную работу. И вот многие из них, кстати, выйдут в широкий прокат, чему я лично очень рада, потому что это стоит посмотреть, это интереснейшие проекты и в них задействованы актеры, которые не часто мы, которых не часто мы можем увидеть, вот массово миром кино. Такого вот раньше не было, все равно был какой-то определенный, как это называется, пропих, продвиг определенных заинтересованных лиц. И все крутилось вокруг этих людей, да, сейчас все по-другому становится. Так, Майя отлично начала с политики и по-политически ушла от ответа, не назвав ни одного конкретного фильма. Я вот тут себе подсказку подготовила поду кинопремьер, потому что я же не помню всех названий и фамилий, поэтому уж у меня, простите, будут с подсказкой. Ну вот, собственно, о премьерах ближайшего времени у нас, как мы знаем, закончилась церемония «Золотой глобус», впереди у нас церемония главной кинематографа, мирового кинематографа, надо не путать с национальным. И один из фаворитов нынешнего сезона – это фильм «Форма воды». Вот. Помните историю про человек-амфибию? Детскую сказку, помните, да? Я-то была старше, вы, наверное, были младше гораздо. Вот что-то вот из этой области. Тоже присутствует человек-рыба, вот, некое существо инопланетное в определенной лаборатории. Там работает девушка, женщина, вернее, 40-летняя женщина, немая, она не умеет разговаривать. И она, соответственно, заводит контакт, налаживает с этим существом, которое, естественно, тоже не имеет никаких возможностей к общению. И у них, значит, развиваются отношения, и после чего она его спасает от неминомой смерти. Фильм шикарный на самом деле, и многие кинокритики, его даже, я почитала, специально написали, что, значит, это новое даже слово в кинематографе, это произведение искусства. Слушай, Мария, я знаешь, какую вещь слышал, что, может быть, ты сейчас, я не знаю, воспримешь это не очень позитивно, может быть, ты согласишься, а говорят, ну, поговаривают, что самая вот основная награда, кинонаграда, она зачастую фильмам присуждается тем, которые требуют пиара какого-то. А фильмы, которые, ну, и так нормально в прокате будут востребованы, они зачастую не получают эти награды. Здесь нужно понимать, что есть фильмы в мировом кинематографе, которые снимаются либо для денег, для кассы, либо для наград. Есть такие два критерия. И они между собой, как правило, как две параллельные прямые, не пересекаются. То есть если фильм шедевральный, как мы называем его, и действительно он хорошо снят, хорошо отыгран, у него есть какая-то очень высокая или там глубокая мораль, вот, вот Ароновский снимает такие фильмы, да, то у него не будет большой кассы. Это фильм для, ну, пусть это будет не обидно, но для умного зрителя, то есть для человека, который способен эту идею взять, через себя пропустить, понять и делать какие-то из этого выводы. А фильмы для денег, это как раз фильмы, которые построены на спецэффектах, они, как правило, не имеют никаких там глубоких сюжетных линий, они, как правило, не несут за собой каких-то там супер-купер моралей, то есть это все просто, понятно, вот. И, естественно, основная масса зрителя, а у нас основная масса зрителя – это молодежь, как бы то ни было, и они прекрасно их воспринимают, они смотрят и приносят этим образом большие кассовые сборы. К пример тому, фаворит прошлого года, фильм «Форсаж 8». У меня критерий такой, я иду на фильм, да, если я засыпать начинаю на 40-й минуте фильма, значит, фильм плохой. Ну, это с моей точки зрения. То есть я делю по сну их всегда, сколько я времени спала в течение фильма. Майя, знаешь, как я, если прихожу на фильме, если начинаю засыпать на 40-й секунде, значит, я не спал просто до этого, скорее всего. Нет, бывают такие фильмы, вот бы этот «Остров череп», это был этот «Конг». Я проспала весь фильм буквально, я уснула на титрах и на них проснулась. Прекрасный фильм. Тут, видишь, может быть двоякая ситуация, вот ты говоришь «Форма воды» фильм выйдет, да, а там про двух немых они вообще говорить не будут. Так, максимум музыка, вода. Вот, 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 это говорю о том, что фильм интересный как эксперимент, как что-то новое, какую-то новую возможность оценить талант режиссера, талант актера, двух актеров, какие-то интересные повороты сюжета. То есть вот для чего, вот потому и оценивается он именно с этой точки зрения. И вот, кстати, еще хотела сказать, совсем тоже 1 февраля премьера будет фильм «Отечественный», за который я очень горда, потому что это один из моих любимых актеров, это гениальный наш актер Константин Хабенский. Вот, будет фильм с его участием, ну, главный ролик, где фильм называется «Селфи». У него есть такой девиз «Меня лайкают, значит, я существую». Он играет две роли, двух похожих людей, когда один герой заменяется другим героем, используя его пристрастие к социальным сетям. Очень такая насущная проблема, то есть мы же все, да, мы каждое свое движение, вот мы сходили там на лыжи, мы лайк, ну, мы там запостили, да, как это реклама, да, не выложил, значит, не было, вот то же самое здесь, то есть человек просто изучал, что этот герой в течение какого-то времени делал по социальным сетям, а потом просто взял и его поменял, и там такая драма разворачивается, просто нереальная. Я уже захотел сходить. Да, и зная, как Константин Хабенский умеет передавать вот эти разность характеров и насколько он мастерски перевоплощается из одного состояния в другое, причем мгновенно, это очень классный фильм, я вот прям рекомендую его посетить. Этот фильм называется «Селфи», и премьера у него 1 февраля. Да, что стоит однозначно сходить, фильм «Тоня против всех», это про фигуристку, очень скандальную фигуристку, и там играет Марго Робби, которая, это, опять самоубийца, вот эта актриса вообще жикардосная. Есть, еще будет хороший фильм «Альфа», у него премьера 1 марта, это фильм «20 тысяч лет назад на земле», «Люди, волки», что-то вроде Маугли вот из этой серии, очень хороший фильм. Еще один из фаворитов нынешнего наградного сезона, это фильм «Леди Берт», или «Леди Птица» еще называют ее, и фильм снят, значит, женщина-режистер, и играет там актриса Серша Роман, она стала лауреаткой «Голотого глобуса» за лучшую женскую роль. Фильм шикарный, отцы и дети, вернее, матери и дочери, под девочкой-подросток, подговаривать своего молодого человека увезти ее в Нью-Йорк. А вот, кстати, фильм «Леди Птица» выйдет 15 марта, и с ним же в один день выйдет фильм, которого, как я называю, мы все его ждали, но что из этого выйдет, очень страшно даже, наверное, представить. Фильм «Лара Крофт», да, третий фильм популярной компьютерной игры. Первый за фильм играла Анжелина Жоли, Лара Крофт, сейчас ее изображает девушка, шведская актриса Алисия Викандер. – Тяжелая у нее задача? – Ну, самое смешное в том, что… – Учитывая, что она вообще не похожа. – Ну, ладно, похожа, не похожа, дело, как говорится, такое. Нет, просто девушка всю свою жизнь, всю свою карьеру играла барышенью в костюмных мелодрамах, в драмах, то есть слезы там, как я называю, падание на пол. Ну, посмотрим, что получится. Как бы, в любом случае, работа сделана, и фильм, возможно, даже будет очень хороший, и даже, может быть, принесет хорошую кассу. Ну, пожелаем удачи, только так могу сказать. А так, на самом деле, ты, конечно, после Анжелины Жоли, то я даже не знаю, кто бы смог на ее место-то претендовать. Это сложная задача. – Но это стоит посмотреть. Май, давай так, из русских есть что-то? – Да, вот фильм Данила Козловского «Тренер». – Данила Козловского уже? – Это его? – Дебютный его проект, да, он режиссер этого фильма. Он в апреле у нас в порту, 19 апреля. И с ним же вместе, одномоментно, выходит… – Это про футбол тренер? – Тренер про футбол, да. И с ним же вместе выйдет фильм «Алита. Боевые ангелы». Это первая работа, снятая по японским комиксам. Тоже очень… – Он зарубежный? – Он, да, он американский фильм. И он очень интересный с точки зрения вот самого сюжета. Ну, что-то новенькое такое, свежее. А вообще, конечно, нас ожидают очень много интересных национальных фильмов. Вот, про наших русских интересных героев и людей. То есть за премьерами надо следить и смотреть. Много будет фильмов, связанных с историей России. Вот буквально скоро будет фильм «Скиф». Это история завоевания Руси, еще до прихода Христа. То есть любопытная тема такая. Будет очень много фильмов продолжений. «Люди Икс», будет продолжаться фильм, будет «Аквамен», сольная история Аквамена. Ну, там, ну, какие-то развлекательные фильмы. – «Дэдпул» будет еще в этом году. – А? – «Дэдпул» будет еще в этом году. – «Дэдпул» будет, да, в этом году «Дэдпул». Ну, я такое не смотрю, поэтому… – Ну, конечно. Не так себе, не глубокий фильм. – Да, есть и вообще интересные, конечно, работы. Но самые интересные работы, к сожалению, в широкий прокат, наверное, все-таки не выйдут. – А почему так? – Ну, потому что они не сняты для денег. – А где, так сказать, любителям вот этих глубоких фильмов найти премьеры, которые не попали в широкий прокат? – Мы надеемся, я лично надеюсь, что летом этого года в нашем городе откроется еще один большой кинотеатр. И вроде обещанием будет зал арт-хаусного кино, то есть кино с ограниченного проката. – Друзья, в общем-то, после диалога с Майей осталось больше вопросов, чем ответов. Очень много чего хотелось бы спросить, но рамки нашей передачи, к сожалению, ограничены. И если вы хотите узнать немножко больше о том, чего ждет Майя, чего ждать нам, вы можете зайти в наши социальные сети, и мы опубликуем там пост с… – Ну, да, периодически будем, раз там в какое-то время, может быть, в несколько дней. – О чем он будет? – А о самом, допустим, ну, я так думаю, что это будет, может быть, раз в неделю, допустим, две самые крутые премьеры этой недели, вот что-то в таком формате. – А их в неделю по 15, да, штук? – Нет, 3-4 обычно. – Понятно. – Из них, как правило, одна либо две такие прям. – Более-менее. – Ну, такие прям. – Так что следите за тем контентом, который появляется у нас в социальных сетях, ходите на хорошее кино, Майя, тебе спасибо большое, мы продолжаем. – Спасибо.